здравствуйте господа и заголовка вы уже увидели что сегодня речь пойдет о податчике припоя у меня пока не хватает наглости просить оборудование на тесты посему буду вещать про то что есть у меня в распоряжении валяется у меня под ногами буквально ступить никуда и так уж получается что взгляд мой падает на новинки отметку и конечно я не могу обойти вниманием такую штуковину вот он податчик припоя черный квадратный тяжелый и железный как по мне так податчик припой не является чем-то хоть немного необходимым на столе мастера сервиса но для монтажника он будет вполне приятным дополнением к паяльной станции хотя конечно это касается вас если только вы работаете с партиями однотипных изделий с однотипными же многочисленными выводными компонентами в отверстие вот в таких случаях податчик вас спасет его мастерство мастерством автоматизации хочется всегда а подачек припоя подает припой за вас его придется сначала настроить сделать программки но это все быстро окупится в такой монотонной и рутинной работе и так как он устроен надо сначала разобрать и выяснить как это работает надо все разбирать изображу-ка я сначала из себя выдру выдеру хвост припоя из трубки подачи от выдра а теперь снимем крышечку механизмы подачи и как же все просто вот висит на валу катушка с припоем вал фиксируется неудобным шпеньком катушка разматывается во входное отверстие из фторопласта чтоб скользила и не обрывала и нитку припоя потом проволока проходит через зазор между двумя валиками с насечками один из валиках один из валиков сидит прямо на валу редуктора он на спрятан внутри и до него не добраться без скрытия заводской пломбы я туда не полезу но уверен что там обычный шаговый двигатель и простенький редуктор второй валик висит на рычаге с пружиной вот тут натяг пружины можно подкрутить есть специальная табличка натяжение в инструкции оттягиваем рычажок протаскиваем проволоку и зажимаем ее там теперь она будет ездить вместе с валиками когда вы нажимаете на педальку ногой вполне удобно просто нечего тут выдумывать все элементарно в валики проталкивают припой в пластиковую трубку внутри пластиковой трубки не знаю точно зачем это было сделано скорее всего из-за пары причин 1 это прочность а вторая это скольжение проволоки внутри тонкой внутренней трубочки это внутренняя трубочка может быть разных диаметров для тонкого припоя до 0 75 миллиметров и для толстого до 127 миллиметров трубка ведет припой и приводит к еще одной трубки на сей раз стальной она бывает тоже разных диаметров а точнее 3 0 6 миллиметров 1 2 миллиметра и 17 миллиметров и на конце у нее второпластовый наконечник его можно менять он стопудово будет косаться и дырка в нем будет разбиваться вот он и смены сделан и все вся механика подачи припоя эту металлическую трубку осталось вставить специальную рукоятку паяльника и подкрутить нацелить ее на кончик жала рука это к сожалению своя с интегрированным каналом для подачи припоя это удорожило немного устройства но зато не лишило его в большей части эргономики на мой взгляд так спорное решение так как до оборудование станции податчиком автоматически означает смену самого паяльника да еще и подставки под паяльник но с другой стороны все логично у вас останется обычный паяльник свободным а податчиковый паяльник будет отдельным инструментом есть здравый смысл в принципе разумнее будет купить сразу комплект станции с податчиком он называется mx5270 или mx570 соответственно для маленькой для большой станции давайте уже теперь начнем что-то подавать включается прибор нажатием на колесико настройки сразу появится выбор программы для работы программы можно настраивать их всего 30 штук по паспорту чтобы настроить программу снова нажимаем на колесико и вводим пароль по умолчанию пароль это четыре нуля четыре раза жмем на колесико счет я уже задолбался жать на колесико но это нужно сделать пару раз только во время настройки придется немного потерпеть настройках у нас есть выбор номера программы режим работы длина подачи вперед длина подачи назад задержка между движениями вперед и назад скорость подачи единицы измерения скорости и длины подачи довольно просто не находите и все понятно кроме подачи назад вот как она работает подает 10 метр миллиметров вперед а потом пять назад во первых это снимает напряжение в шланге подачи а во вторых отодвигает проволоку припоя отжала паяльника чтобы не мешалось паяльник можно легче очистить от нагара а нагара будет не сомневайтесь много у нас тут намечается массовая пайка задержка нужно не знаю точно зачем скорее всего она реально понадобится когда начнешь работать очень уж очень массово ну и она напомнит вам нужное время пайки припой уехал можно жалом пройтись вокруг контакта и все готово теперь давайте давайте-ка быстренько выпоем разъем а потом также быстренько запаяем его обратно все должно получаться аккуратно и точно именно для этого и есть этот автоматический податчик припоя и также этот самый податчик припоя пригодится метку в его новом роботе которого у меня все еще нет вот и все на этом мы закончим с вами был василий пока и и и